друзья всем привет на канале psn travel и сегодня я хочу вам представить одну из наших туристов чтобы она поделилась своим опытом отдыха либо не отдыха и сотрудничество с таким известным туроператором как джойна пускай же расскажет наша туристка алла рубеновна как был какая ситуация у нее сложилось и расскажите пожалуйста в мае месяце мы с подругой решили оформить тур в турцию в очень хороший пятизвездочный отель вот значит вы пришли составили договор все по всем как положено на все все вот вдруг значит где-то в середине лета звонит туроператор фирмы поехали с нами и говорит что тур перенесли из харькова вылет в киев вы согласны я созвонилась подругой мы согласились что значит мы полетим через киев значит сентябре месяце где-то где-то 18 18 сентября опять позвонил туроператор и говорит что поменяли дату вылета из киева придите выясним мы с подругой созвонились и решили отказаться по той причине что тот отель на который был забронирован тур пятизвездочным мы просто в него не попали бы потому что он сильно загружен а нам бы предложили альтернативу но неизвестно какую разница между трех и пятизвездочным отелем в турции мы очень хорошо знакома поэтому мы по совету оператора нашего отказались от тура вот теперь значит деньги должны были нам вернуть джайна в течение месяца но вернули вот только сейчас а прошло больше двух месяцев больше я с таким перевозчиком связываться никогда не буду но все хорошо закончилось деньги нам вернули друзья я немножко хочу прокомментировать данную ситуацию вот дело в том что как бы забронировалась даже немножко раньше чем май вот соответственно прести естественно выбирали хорошую гостиницу потому что по раннему бронированию действительно всегда цены гораздо ниже особенно это касается турции тем более если вы выбираете гостиницу с определенными критериями вот как которые вы хотите получить от гостиницы плюс идет большие скидки от самих же и гостиниц и туроператоров дело в том что у джинапа было данное предложение в эксклюзиве то есть данная гостиница сиделя грант она являлась только эксклюзивом джинапа вот она находится в сиде вот туристы выбирали данный регион не просто так потому что выбирали отдых на уже позднюю осень вот а поздней осенью самая лучшая погода как вам известно уже на чем находится таких регионах как начиная вот с билека вот билет сиди анталия там гораздо как бы лучше погода чем в регионе кемер соответственно туристы и выбрали данную гостиницу вот так как она была в эксклюзиве пришлось бронировать у джинапа ну и цена конечно была очень соблазнительная соответственно как бы тур был забронирован все было подтверждено целом как бы принципе начальный полет начальная полетка которая была принципе с апреля более-менее хоть там с отклонениями было у них нормальная вот а вот средины лета уже они сняли полетку с региона потому что были вам нюансы с самолетами и у них просто не могли они выполнить эту полетную программу поэтому они перенесли полет на киев соответственно как бы так как туристы очень хотели попасть все-таки в эту гостиницу и вообще попасть на отдых они согласились а вот на этот перенос соответственно как бы все и шло вроде бы нормально но произошла корректировка полетной программы во всяком случае это уже предположение почему это так было потому что скорее всего уже готовились к сезону египту а так как когда происходит корректировка полетной программы то есть туристам предложили сместить даты на один день но при вроде бы как бы ничего тут страшного нет в этих смещениях да то есть но один день турист на пенсии принципе это не критично для аллы рубена она помогла это все сделать но не все так просто когда смещается дата происходит переброн гостиницы ввиду того что гостиница на тот момент была в стопе то есть полностью загружена то есть блок мест который имел джейнов в этой гостинице был полностью исчерпан соответственно как бы была большая вероятность того что просто-напросто как бы 99 и 9 десятых процентов туристы просто бы не попали в эту гостиницу соответственно туристам всю информацию сообщили и им нужно было принять решение оставляют они этот тур или не оставляют ну ввиду того что были большие овербукинги много было овербукинга в этом сезоне хотели они этого либо не хотели это никому не известно как бы вот потому что пол лета более-менее я живу до половины лета все было более-менее нормально как бы критического ничего не было но потом либо это подкачала принимающая сторона либо еще какие-то факторы которые не известны обычным туристам принципе вот сложилась у них не стандартная ситуация и туристам туристы приняли решение все-таки отказаться они написали заявление о том что они аннулируют тур туроператор подтвердил без штрафных санкций это тоже очень как бы принципе лояльная сторона оператора вот хотя он я не думаю что он бы поступил бы как-то по-другому вот и соответственно как бы туристам пришлось ждать возврата денежных средств потому что опять много отказов много было сложных ситуаций которые как бы понесли понес джейна своей работе но тем не менее опять он старался всем это все возместить и действительно как бы всем нашим туристам алла рубена на это было последняя туристка с этого сезона которая получила значит возврат своей своей оплаты вот от туроператора джина всю оплату они не делали так как это было ранее бронирование по раннем бронировании можно оплачивать частями соответственно как бы была только часть оплаты и тут полную часть оплаты которую производил алла рубена она получила вот значит много я слышал того что туристы не получили свои возвраты там больше трех месяцев четырех месяцев пяти месяцев как я могу прокомментировать эту ситуацию реально это или нереально но есть одна суть всей этой ситуации джина в принципе как бы действовал в рамках своих прав и возвращает всем средства единственное что может быть одной из преград это отсутствие у туристов договора с турагентом и это есть большое препятствие для возврата денежных средств это одна из причин которая влияет как бы существенно на задержку дальше второе это договор не установленного образца туроператора это также влияет на возврат денежных средств все наши туристы естественно были оформляли все договора согласно установленного образца заполняли соответствующие заявления подавали все это туроператор рассмотрел и всем нашим туристам он вернул деньги те кто не воспользовались услугами в связи с живущимися ситуациями поэтому что хочу я сказать то что если вы все оформляете надлежащим путем то вы защищены если у вас оформлено ненадлежащим путем то действительно вас могут быть потом какие-то жалобы либо еще что-то в этом роде что вы не получаете но опять говорю на данный момент туроператор удовлетворил все заявления вернул все деньги туристов то есть никого он не обманул были да не маленькие сроки около двух месяцев был вот этот возврат в других туристов он был около месяца в среднем как бы ну у аллы рубеновны был около двух месяцев возврат